Уже дважды его работы могли выставляться в Лувре, а его картина «Завтрак Гагарина» давно превратилась в тысячи наклейок для современных смартфонов. Но, увы, художник должен быть голодным. Это телепроект «Человек в городе». Знакомьтесь, Алексей Акиндинов. Работы Алексея Акиндинова как только не называли. Пособием для вышивки, неказистой вязкой и штопкой деревенских половичков, реставрацией еще не созданного шедевра. А самого художника окрестили черным пауком, чья паутина улавливает светлые души. Я вот думаю иногда, так, удалась жизнь или нет. Потому что денег особо не заработал, детей нет. Ну, жена есть, там все нормально, но думаю, удалась или не удалась жизнь. Потому что, как бы, денег-то нифига нет. Искусствоведы, критики и ценители живописи долго не могли признать, что какой-то местечковый талант, да еще и с косопузой Рязани, способен изобрести свой неповторимый стиль, известный сегодня всему миру как орнаментализм. А здесь как бы тебя знают, говорят, не плотников ли он сын. Ага, этот он мальчишкой тут бегал и в лужах прыгал, в грязи купался. Разве может он быть пророком? Он всегда знал, что орнамент имеет свой смысловой код, словно шифр ключа, открывающего познание мира. Но не имело представления, что сам является латентным полиглотом и, оказывается, пишет в своих картинах самые настоящие стихи. Это открытие сделал когда-то известный поэт-экспериментатор Вилли Мельников. Он буквально читал «Бросаю стеклянные камни сквозь каменеющие предвоздушья, держа на поводке времени стаю гончих трещин, устав быть переводчиком с языков за небеси на диалекты дельты». Если мы, глядя на бабушкин ковер перед сном, считали на нем вымышленных зверюшек, то Алексей Акендинов пошел дальше, научился слышать музыку ковра и даже чувствовать его особый парфюм. Особенность этой работы – то, что я написал орнамент металлическим пером, а не кистью. То есть это вот до меня еще никто не применял, чтобы маслом писать металлическим пером. Звук органной музыки для Алексея связан со строгим геометрическим орнаментом – цветово-глубокий, неброский, коричнево-зеленоватый. Стоит услышать флейту, как в воображении появляется веселый растительный узор. А декор на платье, например, может пахнуть жасмином, перцем, кориандром и даже морскими моллюсками. Сегодня увидеть «Паноптикум» лично мечтают во всем мире. Приглашение приходит по интернету каждую неделю со всего мира. Это я уже не хвастаюсь. Он прекрасно понимает, что с деньгами, яхтами и домами в историю не войдешь и в рай не въедешь. Но, черт возьми, обидно, что не талант делает человека признанным, а его возможности выставлять свои работы в дорогущих галереях. Нью-Йорк оказался гению не по карману, а Москва, увы, погрязла в имиджи и связях. Приходишь в галерею, приносишь альбом с картинами и говоришь, посмотрите, пожалуйста, мои картины. Они сразу, нет, и закрывают за тобой дверь. То есть они даже не смотрят картины. В лучшем случае они посмотрят альбом для вида и говорят, вы не наш формат, вы нам не подходите. Если верить нашему герою, то он почувствовал себя художником, едва открыв глаза. Я увидел металлическую чашку весов, на которой взвешивают младенцев, подумал, моему телу будет очень холодно, как же так? Я смотрю, взяли узорчатый одеялко, меня положили на эту чашку, было тепло и приятно. Вы реально это помните? Да, я реально это помню. Можно сказать, что первым учителем живописи для Алексея стал дед Василий Фокин, который поначалу и сам частенько оценивал работы внука так же, как и разрисованные обои, пока не увидел эксперимента с орнаментом. Он зашел в мою комнату и говорит, Алешка, такого я еще никогда не видел. Теперь с улыбкой, говорит Алексей Акендинов, он считывает орнаментальную энергию со старого этюдника, который за 100-летнюю историю напитал талант нескольких поколений. Когда-то этот этюдник моему дедчику подарил его товарищ. Кто-то из художников сказал, да, это волшебный этюдник, с ним должны получаться очень красивые картины. А вы это чувствуете? Да, да. Особенно вот когда прикасаясь к палитре. По большому счету, кроме авторских картин, в скромной квартире художника только два ценных предмета и есть, и то для него самого. Старенький этюдник и икона прабабушки Пани. И в доме, как раз, где жила моя бабушка, там жил поэт Вяземский. И туда захаживал Пушкин. Я вот думаю, может быть, когда Пушкину было лет 25, он заходил в этот дом и был недалеко от этой иконы. В художественном училище он устал повторять. Увидеть основное можно лишь, повернув глаза зрачками в душу. Только один преподаватель позволил студенту экспериментировать в живописи. Но были преподаватели, которые сказали, что делать Акиндиному в училище нечего. Его надо выгнать за эти его эксперименты. Если причудливый орнамент прекрасно ложился на дома и природу, то в сочетании с человеческим телом часто выглядел как татуировка. Тогда-то и родился Акиндиновский ход с плоскими наслаивающимися снежинками. Он удивительным образом видит узор даже в груди ненужных вещей на балконе. Дворы повторяются один за другим, образуя как бы зеркальное отражение. Мы попадаем в некое зазеркалье, в сказку. И особенно красиво там зимой. Там красивые рябины, там снегири на рябинах. То есть настолько интересный эффект. Там трансформаторные будки гудят, они заснеженные какие-то, сказочные такие. И ты переходишь из одного двора в другой, и как будто окажешься в начале двора еще того. Его идея отрицает существование неделимых элементарных частиц. Это лишь переход из микромира в макрокосмос. И лучше уж он продаст или подарит свои работы все до одной, чем позволит их выбросить на помойку. Это дети, это все здорово, но их надо дарить. И в каждой работе сердцем мы будем с теми людьми. Картина Мартин Лютер Кинг обросла таким количеством историй, что он просто устал объяснять. Никакой это не Обама, а известный проповедник и борец за права афроамериканцев. Сначала просто прикалывались. Ну как там Обама-то? Че там чай с ним пели? Потом, когда уже ситуация стала накаляться, начали говорить, ты там Обаме скажи, че он там хулиганит? Кто он, Обама, мне там? Предыстория рождения этого шедевра такова. Галерист из Нью-Йорка пригласил Акиндинова на выставку, но художнику не хватило денег для поездки и знания английского для участия хотя бы в онлайн-форуме. Тогда он отправил письмо в российское и американское правительство, а заодно и написал картину. Копия находится там, в Америке, в США. Я уж не знаю, там в кабинете Обамы или там в его закутке каком-нибудь на чердаке, на мансарде. Я не знаю, но копия там. Оригинал находится у меня. Зато Нью-Йоркская Академия искусств мне присудила золотую медаль за эту картину. Его картины называют зашифрованными посланиями. Например, одной девушке он пожелал в символах на холсте путешествия, плодородия и царственности. Вскоре она вышла замуж и родила малыша. К сожалению, часто его образы очень печальны. Мальчик, рядом с которым проваливается в зыб КамАЗ, его двоюродный брат, который умер от гемофилии. Ситуация практически безвыходная, которая в конце концов закончилась тем, что вот эти сваи, это как надгробие на могилах, которые уходят. То есть, как будто он на кладбище стоит. Он долго не мог понять, что символизирует сидящий человек, вокруг которого осколки, срезанные формы и обрывающиеся дома. Оказалось, теракт 11 сентября. Я не завидую тем людям, которые реально, допустим, как Вольф Мессинг или Ванга. Это большое несчастье для человека знать, видеть эти картины, потому что они иногда... Вы не представляете, насколько сильно они иногда в голову влетают своими изображениями, как вот снимки со слайдов. И ты не можешь от них отцепиться, иногда они уходят в картины, иногда ты их кидаешь, ты просто не хочешь делать. Когда-то в детстве вместе с другом он мечтал стать астрономом. Они сами мастерили телескопы и старались разглядеть кольца Сатурна. Сегодня, глядя на небо, ему часто кажется, что он уже был когда-то на рубеже других веков. Я помню, как я погибал, я помню, что я на Черноморском флоте служил. Я помню этот док, запах мазута, как вода вот так вот плескалась. Из этих воспоминаний и родилась картина «Дог Тихий». Ему кажется, что он до сих пор помнит запах моря, хотя в этой жизни ни разу его не видел. Есть у художника и воспоминания из будущего. Это небоскребы, музыка, буквально парящие между домами люди и почему-то очень много дождя. Здесь в Рязани тоже будет очень много высот, вдоль Аки и каких-то навесных мостов интересных. Только я не пойму, это мосты или не мосты, я еще не могу понять, что это. Но до этого еще лет 300 признается художник, так что проверить его теорию о бесконечной множественности миров нам, увы, не удастся. Короче, все будет интересно и хорошо. Я сейчас конкретно не здесь нахожусь, я везде нахожусь, так же, как и вы, и все мы. Но только нужно это почувствовать, это надо увидеть, это надо проникнуть. Кто знает, может, через сотни лет его действительно назовут пророком из провинции. Главное, как говорит он сам, чувствовать ось в себе и не сойти с ума. Субтитры подогнал «Симон»!